Здравствуйте, друзья! Save money, live better. В переводе с английского на русский язык это означает экономь деньги, живи лучше. Это девиз моего магазина в США, который называется Walmart и в который я раз в неделю хожу за покупками. Сегодня я поделюсь с вами тем, что я как хозяйка купила в очередной раз в Walmart. Покажу объем моей закупки, покажу цены на отдельные продукты и продемонстрирую, как я использовала купленные продукты. То есть, что я в конце концов как хозяйка приготовила в течение недели для нас с мужем. Цены на продукты я возьму из чека, но они будут без налога с продаж, который у нас добавляется при расчете на кассе в самом конце закупки на итоговую сумму по чеку. А составляет налог с продаж 10%, поэтому когда вы увидите цифру стоимости того или иного продукта, имейте в виду, что надо как бы добавлять в уме 10% к его стоимости. А на товаре внутри магазина цена всегда указывается без налога с продаж. Вот такие дела у нас в Луизиане. Только черт, друзья, не воспринимайте мое сегодняшнее видео, как о еде для правильного питания. Да, питание у нас в нашей семье сбалансированное, можно сказать. Я шучу, все у нас сбалансировано. Чередуем, едим то вредное, то полезное, примерно пополам. Фермерская форель из Чили. Почти все, что я показываю сейчас из фруктов, овощей, бахчевых, я раньше выращивала здесь в США, в своем огороде. Но меня достали животные и птицы, которые съедали весь мой урожай. И я сдалась. Теперь все покупаю в магазине. Помню, что мне не понравился в США хлеб тем, что в него здесь кладут слишком много сахара на мой вкус. Я искала, перебирала хлеб, чтобы был не очень сладкий. Мы с мужем едим разный хлеб. Муж рассказывал мне, что его мама, то есть человек из предыдущего поколения, ела все с хлебом. За стол не садилась кушать без хлеба. Сейчас в США люди редко кто так едят. Это спагетти для куриного супа. Помню, я так удивилась, что куриный суп в США люди едят только когда заболеют и лежат в постели. Мы с мужем пьем колумбийский кофе средней обжарки, но разных марок. Я выбрала марку кофе Community, которая производится из колумбийского кофе, но нашей луизианской компании в Новом Орлеане. Лук в США, хочу заметить, по сравнению с луком в России, не такой сердитый. Если на упаковке написано слово butter, то это значит, что это 100% сливочное масло. Один из моих самых любимых сыров – гауда. Я буду делать простые бутерброды с ним и с хлебом. Сейчас на упаковках с куриным мясом пишут, что курицы были выращены без применения антибиотиков. У меня вопрос. Если так возможно, то почему раньше антибиотики применялись? Самый популярный сок для завтрака в США – это апельсиновый сок. Мой муж пьет четко один стакан апельсинового сока каждое утро. Черешня, выращенная в Калифорнии. Нет ни одной гнилой ягодки. Очень красивая на вид и вкусная. Если когда-то мама моего мужа ела все с хлебом, то ее сын, то есть мой муж, ест, к примеру, суп не с хлебом, а с крекером, кладет его кусочки прямо в суп. Да, в Калифорнии с ее благодатным климатом много чего выращивается, и виноград в том числе. А у нас в Луизиане возделывается сахарный тростник, рис. Я предпочитаю самые большие по размеру куриные яйца. По-английски они называются джамбо. Для приготовления одного блюда вот столько говяжьего мяса мне хватит. Итоговая сумма по чеку вместе с налогом с продаж составляет 134 доллара 64 цента. А я в процессе создания видео вспоминала название на русском языке всех продуктов. Филе форели я порезала на куски, опрыскала оливковым маслом, посыпала специями и поставила в духовку под бройлер. Это тот, у которого нагревательный элемент сверху. 15 минут и вкуснейшая рыбка форель готова. К ней я добавила приготовленную в пароварке спаржу, иначе аспарагус. Спаржу я тоже после приготовления опрыскала эспрея оливковым маслом, поперчила и посолила. Рис у меня был в доме, морковь была. Сейчас я готовлю плов с кусочками говядины. Мой муж, кстати, не может повторить за мной правильно и сказать плов. Он всегда произносит пилов. До меня он этого блюда не знал. В этом плове я использовала наш местный луизианский рис. Это очень популярный у нас в Луизиане овощ называется бамия, иначе окра. Я ее люблю есть только в жареном виде и никаком больше. У меня есть отдельное видео под названием жареная бамия. Стручки бамии я режу на кусочки, пересыпаю жгучие специи из кеджанской кухни, обваливаю в панировочных сухарях и тщательно обжариваю с обеих сторон до золотистого цвета. Блюдо из бамии специфическое на любителя, но очень полезное. Варю курицу для супа. Стараюсь, чтобы бульон получился красивый, прозрачный. Именно я завела такой порядок, что мы едим куриный суп, когда только пожелаем, а не когда кто-то из нас болен. Но муж все же ест его по-своему. Он ломает в тарелку супом крекер, делая его густым. Курицу я делю пополам. Одна половина будет для еды с супом, а вторую я использую для приготовления салата оливье, который мой муж называет Russian, то есть русский. Вывод, друзья, по истечении недели, который я сделала для самой себя, был следующий. Надо было мне покупать меньше продуктов и готовить меньше еды. Я наготовила столько, что мы не осилили съесть всю еду. Приготовила я как будто бы на роту солдат, а не на нас вдвоем с мужем. Слишком я размахнулась. Но вы знаете, я хочу объясниться, что у меня вот есть такой подход к готовке еды, что я замороженные продукты не люблю использовать. Я купила только в замороженном виде креветки. Вот они и отправились у меня в морозильную камеру. И, кстати, до них дело так и не дошло. Настолько было много еды и без них. А вот форель и говядину я купила в незамороженном виде. И поэтому быстренько их приготовила в свежем виде. Вообще готовить я люблю. Но я люблю готовить еду, не требующую слишком большого времени и какую-то очень сложную в приготовлении. У меня есть мультиварка, но я ей редко пользуюсь. Как видите, в этом видео я абсолютно все готовила на плите и в духовке. Посмотрите мое видео и можно будет сравнить цены на продукты в ваших краях с моими. Ну а те, кто собираются эмигрировать в США, будут иметь представление, во сколько обходятся продукты в этой стране. Спасибо всем, друзья, за внимание. Спасибо, что были со мной. Я вас чувствовала, ваше присутствие. Поэтому очень старалась. Благодарю вас за внимание. Желаю вам всего самого доброго. Не болейте, берегите себя. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok